МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации и телерадиокампании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Информационные технологии и деяния. В Гомеле прошел областный турнир по робототехнице. Новый театральный сезон. Гомельский областный драматичный театр запрашивает гостей на постановку Чехова «Вишневый сад». Чекается невеликое похолодание в Беларусь. На этом тыдне почти приходится правдная осень. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Все больше хоров в Беларуси, разумеют, бесперспективность в делу в несанкционированных мероприемствах. Необходно супокоиться и знайти решение, которое задоволит переважную большинство граждан. Такую думку все не выказывают многие же хоры Гомельской области. Ситуацию в Беларуси нельга назвать перенапруженной, але проблему громадско-политичным житти краины хапае. Сегодня многие беларусы разумеют, что отбывается и кто з'является удельниками и координаторами несанкционованных митингов. Особливую заклопоченность выкликают факты, коли на их приходят жанчины разом с маленькими детьми, а так само спробы притягнуть до протестных выступлений неполнолетню молодь. В телераде «Компанию Гомель» завернулася гомельчанка Жанна Пиковская с просьбой донести ее думку до телеглядачау. Жанна Пираканана, революция не той шлях, який потребна Беларуси. Дорогие мои гомельчане, я очень люблю свою Беларусь, я очень люблю свою страну, я очень люблю свой город, я очень люблю свой народ. Я очень переживаю, что на нашей земле идут разногласия, что люди разделились на белых, на красных, на желтых, на зеленых. Это ни к чему хорошему не приведет. Революции показывают, что ничего из этого хорошего не получалось. Дорогие беларусы, давайте объединяться вместе, давайте садиться за стол переговоров, давайте решать все свои проблемы не радикально, а конструктивно. Давайте садиться за стол переговоров и решать проблемы вместе. У каждого человека есть свои проблемы, есть какие-то свои претензии, но всегда можно найти какой-то выход, найти конструктивный подход к этому вопросу и что-то решить. Мы видим, что у нас молодежь, подрастающие поколения, надо с ними много работать, надо объяснять, надо прививать чувство патриотизма, что Беларусь нашу продавать нельзя. По выниках минулого-новучального года 51-я Гомельская гимназия была признана лепшей в области. Сгодно с умовами конкурсу, селитых этой установы принимать удел у им не будет, но это не значит, что тут не плануют новых перемог и достигнений. Сегодня гимназию наведали наши корреспонденты. Значный крок по повышению эффективности навыкального процесса у 51-й гимназии зарабили еще летом, когда тут отримали новый класс биологии в рамках программы Министерства адвокации по оснащению установ с участными средствами навыкания. Сейчас класс используется практически в полном объеме. В общем, шмот того, что отримала гимназия, тут ранее никогда не было. У приватности разговоры идут о тех же лечебных микроскопах. По словам наставника биологии Василя Семенюка, отриманное обстреливание дозволит узнять навыкальный процесс на новую взровень. Сегодня у 51-й гимназии есть переможцы республиканских олимпиад по биологии. Теперь можно подумать и об международном взровне. Оборудованный по современным, что говорится, технологиям на 100%, и образовательный процесс позволит нам добиваться высоких результатов и в этом году, и в следующем, в последующие годы. Я думаю, 51-я гимназия также будет на высоте. У 10-й А наша здымочная группа трапила подчас перапынку. У гимназии 10-й А вядомы тым, что Амаль Палова в учнях з'являются переможцами розных этапов республиканской олимпиады по математице. Гэты прадмет тут вывучают на поглыбленном узровне. Наставник-методист Александр Струк на Гомельчане у Вовале вядомы тым, что за два десяти годы педагогичной деянности подрыхтавал некальки десятка навученцев-пераможцев математичных олимпиад у тым лику международных. Правда, в этом году в процессе подрыхтавалки махчима придется унести певные коррективы. Первая важная колька с поборницей зараз проходить дистанционно. В этом есть и минусы, и плюсы. Допустим, те же российские олимпиады, они организуются так, что удаленный доступ, ребёнок работает за компьютером, видеокамера и показывает, что он там ничем нигде не пользуется. То есть это как бы плюс, потому что меньше волнения, ехать никуда не надо, опять же. Ну и минусы тоже есть. Минусы в том, что меньше волнения, это и минусы иногда бывает, потому что не волнуется ребёнок, сидит спокойно четыре часа, работает и не знает, как выступают конкуренты. Всё-таки, когда ты сидишь в аудитории и видишь, как решают твои соперники, то тогда немножко легче. Каб стать лепшей установой адукации, необходимо перемахчить по целым широку показчиков. У дел у олимпиадным руху, доследчая деятельность, спортивно-массовая работа, энергосберажение, пазабюджетная деятельность. У 51-й гимназии дробя зел не мало вогули. Под час падрыхтолки до навычального года тут зарабили каля 40 кропок с чистой пятной водой. Причём, адповедные системы очистки поставили першими сярод мясцовых установ адукации. В Оголе 51-я гимназия уже 10 разов признавалася лепшей у Гомелі и 4 у в області. Згодно с умовами конкурсу сёлятый она примать у делу в областном этапе не будзе. Але это не значит, что тут не планует новых перемог и досягнений. Простая формула, если перевести на язык математики, это треугольник. Учителя, учащиеся, родители. Когда идёт полное взаимодействие, когда родители поддерживают учителей, поддерживают своих детей, дети верят своим учителям, учителя детям. Ну и, безусловно, кадровый потенциал гимназии учительский достаточно сильный. Олег Сентюров, Наталья Волынец, Сергей Лукашук. Телеродой компания «Гомель». Четвёртый областный турнир по робототехнице «Робоквест» пройшёл у Гомеле. Удельники споборничали в дисциплинах мобильная робототехника, робофутбол и інших. Так само была организована выстава работ на вышенцах установ профессийно-техничной и высшейшей адукации. Подробязности в наступном сюжете. Сё лето областный турнир по робототехнице распоршал республиканский тыдень додатковой адукации детей и молоді. У першыню интеллектуальные споборницы з'являлися открытыми. Жадання поудельничать выказали команды з Минской, Могилёвской и Брестской областей, а так само города Минска. Усего було зареєстровано больше за 200 удельников. По словах организаторов, головная мета притягнуть увагу дятей до занятков техничной творчостью, особливо у сферы информационных технологий. Начиная с четвёртого областного турнира по робототехнике, мы ввели новые компетенции, которые очень интересны. И, как показал сегодняшний турнир, пользуются популярностью. Это компетенция свободной платформы и компетенция робофутбол. Микита Махов обрав для себе компетенцию кольцевая гонка. Суднасть у тим, что робот повинен пройти максимальную колькость кругов, які огороджены з усіх боков стенками трассы. Самым сложним визготовлением робота было правильно его запрограммировать. Робот на базе микроконтроллеров, поэтому нужно было создать такую программу, написать, которая позволила бы избежать разных поломок, ошибок, как сейчас называют багов. Для того, чтобы он правильно проходил трассу и нигде не останавливался, нигде не тормозил. Переможцы областного этапа будут споборничать у республиканским конкурсе Junior Skills Belarus, який отбудется у Минску простый день. Дмитрий Котов, Василия Сипцов, телерадиокомпания «Гомель». Не меньше, как 15 тысяч древ высадят у Гомеля под час восенского месячника по озеленению. У отдела ЖКГ Гарвы Конкама поведомили, что уже вызначены места, где треба будет закласти аллеи и мини-скверы. По максимуму охопить новые микрорайоны, а так само дворовые территории. Больше за все древ плануется высадить в чугуночном и советском районах. Перевагу отдадут породам, устойливым до городского осяродя, кленам, липам и ясеням. Мастатство выратовывает душу. Миновито так, лишь и дегомельский актер Павел Кордик. Выхование будущего поколения с допомогой театра, музыки, танца принесе мир и добро детям, их семьям, а увы, в всей краине. Обсиле мастатства и работе с маленькими актерами в наступном сюжете. Семейная история Павла Кордика не самая звычайная. Батьки разом с маленьким Пашей еще в 80-е переехали с Шарниговшины у молодых поселок Новая Гута. Даречи, и минулая, и ця перешняя семьи Кордик неразрывно связаны с доброй соседкой нашей республики. Для их Беларуси-Украина две любимые и, по-саправдаму, дорогие родимые. Павел с юных годов проявлял интерес до творчасти. Коли у Гомельским областным драмтеатры объявили набор молодых людей, мать и Парайла ему поспробовать свои силы. Зараз и он ведучий актер и ведома гордость своих родных и близких. Я часто бываю у папы в театре, ну потому что я люблю театр, мне нравятся эти все спектакли, ну и как папа очень сильно нравится и играет. В театре я бываю очень часто, вот примерно каждый выходной я туда хожу. Мою жену зовут Марис, очень классный спектакль, очень смешно. Боинг? Боинг, очень хороший спектакль, там просто весело. Чудо весенкой шагаю, высоту я набираю разного... У початку навучального года театральная школа «Спирант» запросила Паула провести майстер-класс с выхованцами студии. Тут дети спробуют не только познавать свой внутренний свет, а лей тонко отшивать новокольны. Актерские практики лучше от детей не соромятся проявлять эмоции, быть открытыми душой и бачить проявожие ваусим, что их окружает. У тебя перышних умовах это особливо важно. Настоящую ситуацию детям нужно прививать в прекрасное стремление к чему-то хорошему, лучшему. А, как правило, добиваемся мы всего через искусство, через переживания внутренние, чего-то такое. Я думаю, что хорошо, потому что будущим поколениям непосредственно нужно заниматься этим, чтобы в нашем доме, в нашей стране было все благополучное. Тезис «Усемы родам с детинства» не просто пригоджая фраза. Минавито у раннему зросте формируется тое, что станет основой особы. Коли внутри человека живет мир, он обовязково подарит его свету. Миколай Скінціян, Василий Асипцов, телерадио «Кампанія Гомель». Гомельский областный драматичный театр запрашает гостей на открытие нового 82-го сезона. Он начнется 18 вересня с постановки Чехова «Вишневый сад». Нагадаем, этот спектакль «Опошня» с четырех премьер минулого сезона. До речи, на початку этого театрального года покажутся и другие новинки. 19 вересня пройдет небесный тихоход, 20-го – «Боинг, Боинг, Боинг», а 23 вересня артисты презентуют тое, что рыхтовали до этого сезона. Черную комедию «Теяни стыкали» «З молоком або без» по пьесе испанского драматурга Алонса Милена. Атмосферой она нагадывает семейку Адамс. По сюжете молодой человек вертается в родный город с невестой и разумеет, что его семья нечто задумала. Юнак хочет разгадать таямницы. Пандемия унесла свои коррективы в життё театра, тому гостей будут рассаживать в специальную парадку. Однако артисты вельми сумовали по глядачах и будут рады бачить их в зале. Был вынужденный перерыв в работе, но этот перерыв был не для работников театра, а для зрителей. В это время мы все плодотворно работали, репетировали. За этот только сезон, за прошлый уже сезон, выпустили четыре премьеры. Правда, не успели их нормально на зрителей показать, чтобы все увидели и нормально в прокат пустить. Но это все накопилось за время перерыва и теперь мы очень плотно начинаем работать. Не чекающие открытия сезона, артисты начинают и гастрольную деятельность. 8 вересня выступят на столичной сцене со спектаклем «Гоголь-Фатум». Далее будут гастролировать по Гомищине. В конце кастричника примут в Международном форуме театрального мастерства «Теарту Минску». А кроме того, одна из постановок труппы «Рыба моей мары» режиссера Данила Филипповича в этом году номинована на национальную премию. В Беларусь на этот день завитает соправдная осень. Об этом поведомили Белта в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного запродживания и мониторингу новокольного осярода. В нашей области завтра ждутся мощные дожжи, ранец и махчимы туман. Температура ночью до 12 градусов, днем до 20. У сираду переважно без опадков. В ночной агодину слупок термометра покажет 14, у дненная до 23 градусов. У часвер по прогнозах синоптиков знов чакаются дожжи у особных районах на вольнице. Днем махчимы ветер порывами до 20 метров за секунду. Поветро прогреется до 26 градусов. У пятницу без опадков. Температура поветра до 10 градусов тепла ночью и до 20 в день. У сувязи с проведением технічных работ на антенномачтовых сбудованиях на гэтым тыдні у городе Гомеле и на адлеглости до 40 км от областного центра будзе припынена эфірная и телевизийная радуя Вяшаня. Размова иде приперед часу с 7 по 9 вересня. С 9 ранецы до 5 вечера будзе отсутнішать трансляция телеканалов огульнодоступного пакета, а так само радуя станций. Махчимы перепынки трансляции программ у некоторых сетках кабельных операторов. У выпадку завершения работы ранее позначеного термину дзейность передатчиков будзе адновлена. Гэты и іншая новинная информация о проектах телерадоакампании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершены. Усяго доброго и до сустречы у эфиры. Де факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Начнем с чрезвычайных ситуаций, которые произошли в Гомельской области за выходные. В жлобине горело производственное здание. Огонь распространился в неэксплуатируемом помещении на третьем этаже. На первом разместились арендаторы, второй не использовался. Огонь вырвался из окон. Открытым пламенем горела кровля здания. Очевидцы сняли момент пожара еще до приезда экстренных служб. Собственник здания Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью. Пожар был ликвидирован спасателями. Внутри уничтожен деревянный пол на площади 150 квадратных метров и мебель. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется. За субботу в регионе было 8 пожаров. Пострадала одна единица техники. В деревне Александров Кореческого района огонь повредил кабину грузового автомобиля «Вольво». Он загорелся ночью. Никто не пострадал. Предварительная причина поджог. А в Калинковичах и Мозыре неосторожное обращение с огнем привело к возгоранию гаражей. В первом случае горели два деревянных, во втором три кирпичных. Повреждения значительные. Людских потерь нет. 13 раз спасатели выезжали на оказание технической помощи за минувшие сутки. Ликвидировали один лесной пожар. А в Гомеле пожарным поступило сообщение, что на улице Дворникова горит газель. В результате возгорания поврежден только моторный отсек. Собственник машины устанавливается. Судя по количеству ЧАЭС, выходные у спасателей были нелегкими. А сегодня ночью к происшествиям добавилось еще и возгорание пилорамы. Эти кадры сделаны в переулке Васильева и в Гомеле. Горел склад частной пилорамы с материалами. Десять кубометров доски уничтожено, остальное успели потушить пожарные. Травмированных и погибших нет. Предварительная причина поджог. В речи со спасателей сняли с козырька подъезда девушку, которая выпала из окна девятиэтажного жилого дома. Пострадавшую поместили на жесткие носилки и передали медикам. Те боролись за ее жизнь, но через два часа от полученных травм девушка 2003 года рождения скончалась. К ситуации на дорогах в субботу произошла авария, из-за которой травмы получили три невиновных человека. В Речицком районе бесправник устроил массовое ДТП. Он сел за руль автомобиля БМВ и за неправильно выбранной дистанцией столкнулся с Ауди и съехал в кювет. Получившая удар иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась там с автомобилем Рено. В итоге 23-летняя девушка пассажир последней легковушки, ее водитель и 18-летний пассажир БМВ получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы. Виновный водитель с места аварии скрылся, его личность установлена, ведется розыск. Это все новости на сегодня. До встречи на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. На удачный старт в первом туре 32-го чемпионата Беларуси по мини-футболу высшей лиги все представители Гомельской области одержали победы. Забив по два гола в каждом из таймов игроки Гомельской БЧ на домашнем паркете были сильнее Гродненского УВД Динамо. Отличились Книга, Селивончик, Дядечкин и Евдокимов. Свои ворота железнодорожники сохранили в неприкосновенности. Светлогорский ЦКК в гостях уступая по ходу поединка обыграл Минск 3-2. В составе Светлогорской дружины забивали Сгурский, Волков и Купчик. Гомельский ВРЗ устроил голевую феерию в стартовом поединке чемпионата испортив Лиде дебют. Ворота новичка элита вагоностроители отправили 8 мячей по дублю на счету Клочко и Селюка. По голу записали в свой актив Чернейко, Воронин Матвиенко и Заяц Матиевский. Лида забила дважды. Речицкий спутник продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. В 16-м туре команда Вячеслава Левчука минимально обыграла Микошевический гранит 1-0. Единственный гол в матче на 29-й минуте забил Денис Гружевский. На второе место поднялись столичные крумкачи. В центральном матче тура мячане на поле стадиона Центральной при пустых трибунах обыграли Гомель 2-0. Команда Ивана Биончика располагается на пятом месте отставания от третьей позиции 5 очков. Гомельский локомотив на строку выше. В 16-м туре подопечный Андрея Горовцова учинили разгром Нафтану 5-1. Светлогорский химик лишил двух баллов идущий на третьем месте Держинский арсенал. Команды сыграли в ничью 2-2. В Гомеле завершились областные олимпийские дни молодежи по боксу. На ринге областного центра Олимпийского резерва «Единоборс» соревновались спортсмены в возрасте 17 лет и моложе. Медали разыграны в 8 весовых категориях у юношей и девушек. Среди победителей боксеры из Гомеля Мозыря из Светлогорска. Лучшей в командном зачете стала сборная Гомеля. Второе место заняли спортсмены из Мозыря. Третье из Лельчиц. На следующей неделе в Молодечной пройдут Республиканские Олимпийские дни молодежи. Лучшие боксеры областных соревнований 10 юношей и 10 девушек отправятся на турнир в составе сборной нашего региона. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.